Сестры Аня, Надя и Лариса живут дружно, хотя признаются, все вспыльчивые, поэтому конфликты в их семье не редкость. Ну, быстро миритесь хотя бы? Да. Кто первый сюда идёт? Я. Надя добрая, хорошая тоже. Но она отзывчивая. И из нас кто-нибудь заболеет, она может подойти, чем без делать. Живём мы нормально. Самое главное, ну, типа в нашей самой главной семье это Аня, потому что ей 15 лет уже. Она может заступиться из-за нас. Ну, я постоянно проверяю уроки, сделали ли они или нет, в шкафу у них чисто или нет. Лариса бывает иногда, потому что она зубы может не убрать. Мне постоянно приходится ей напоминать, чтобы она это убирала. Разница в возрасте у девчонок небольшая, поэтому всё делают вместе. Ну, вместе гуляем, там, может, видео какие-нибудь смотрим, снимаем вместе. Вместе посетить фильм, посмотреть. Потом сходить на море вместе. Но это всё потом. Первым делом после школы сделать уроки. Мне так много раздали. Я не знаю, насколько это ты делал всё. За этим строго следит Аня, как старшая. У самой заданий много. Она учится в девятом классе и параллельно контролирует, как сёстры делают уроки. Что делаешь, Анис? Читаю. Чего читаешь? Молоденько. Вычитаем ли слух? Белеет парус одинокий. В тумане море головой. Сёстры учатся хорошо, все ударницы. Аня особенно налегает на химию. Она уже точно знает, что будет поступать в медицинский университет. И без химии там никак. Я хочу массажистом быть. Ну, чтобы быть массажистом, нужно получить медицинское образование. Пока я думаю, на кого поступить. В детдоме знают про Анины планы и часто просят девочку сделать массаж. Аня только за. Чем больше практики, тем лучше. Младшая Надя тоже хорошистка. Любит математику. Она хочет быть поваром. Девочка умеет жарить картошку и учится готовить суп. Вкусно у тебя получается? Да, но суп не так очень получился, что я ещё нормально не умею водить суп. Лариса – самая спортивная из девчонок. С удовольствием ходит на физкультуру, а после школы ещё и в секции по лёгкой атлетике занимается. Скоро поедет на первые соревнования. Зимой катается на лыжах. Про будущую профессию Лариса тоже думала. Хочет быть швеёй. Умеет шить фартук и брюки. А в этом году впервые сделает что-то для себя. На уроках будут шить платья и юбки. Самое любимое место Ларисы в детском доме – музыкальный кабинет. Любимый учитель – Сан Саныч. Добрый человек, которому тянутся все ребята из детского дома. У Ларисы неплохо получается петь, и она выступает на всех праздниках и концертах. Лариса – блогер. Для своих подписчиков она постоянно снимает новые ролики с танцами и песнями. Однажды даже утопила телефон на речке, пока снимала очередное видео. Она там фоталась, фоталась, снимала видео и уронила телефон. А мы не успели его выкинуть, достать, и он упал. Она, конечно, плакала, шалко было. Ей без телефона нельзя. Да, она постоянно в нем. Постоянно снимает свои тиктоки. Ну, у нее есть новые, да, уже все нормально? Да. Надя тоже не расстается с телефоном. Только девочка по другую сторону камеры. Она любит смотреть разные смешные видео и мультики, особенно Маша и Медведь. И играет в игры на телефоне. А еще Надя – самая хозяйственная из девчонок. Надя любит чистоту, она постоянно убирается, у нее везде все чисто. А вот Ане не надо никаких телефонов, лишь бы книжка была. Особенно, если это роман или фантастика. Я сейчас читаю «Стигмалион». Там девушка, к которой вообще нельзя никому прикасаться. Если она прикоснется, у нее начинают появляться ожоги. Погружаю в другой мир. И когда я читаю, я просто не замечаю вокруг себя никого. Эти рисунки сделала Аня. Девочка-самоучка. Художественной школы в поселке нет. Какие мне рисунки понравились, я срисовываю. И иногда смотрю видеоуроки, как там рисовать, например. Вот эти картины, которые я еще нарисовала, это я по видео рисовала. Поначалу у меня не получалось. Ну, я не сдавалась, попыталась рисовать. Может быть, тебе хочется побывать где-то? Есть какое-то место? Да. Я хочу побывать в Южную Корею. Есть группа корейская, BTS. И я хочу просто встретиться с одним человеком из этой группы. Его зовут Чангук. Он корейский певец. На концерт бы сходила, да? Да. Очень сильно хотела его пугать. Что вот в твоей жизни самые радостные моменты? Когда на море ходим, там прикольно. Можно позагорать. Покупаться. Вот что из всего, что сейчас происходит, делает тебя радостной, счастливой? Когда что-нибудь вместе делаем. С девчонками, да? Когда ты чувствуешь себя прям счастливой и радостной? Когда я разговариваю с своим человеком. Это кто у тебя друг? Да. Можешь про это говорить? Конечно. Ну, вот скажи, ну что за друг? Его зовут Даня, ему 16 лет. Мы познакомились с ним месяц назад. Он меня очень хорошо поддерживал, помогал мне, успокаивал себя, был рядом со мной. Мне его сейчас очень не хватает. Ребята познакомились в летнем лагере, а сейчас каждый вернулся в свой поселок. Созваниваются и переписываются каждый день. Мы собираемся с ним в следующем году встретиться. Скучаешь? Да. Ты любовь на расстоянии? Да. Чего ты в жизни боишься? Пьянок, драк. Остаться одна. Чего боюсь? Остаться одна. Все. Девочки хотят домой. Чтобы было больше свободы, не жить по распорядку, есть и гулять, когда хочешь. Но самое главное, чтобы рядом были близкие взрослые. Здесь им такого человека заменяют воспитательница и Сан Саныч. Но девочки хотят иметь свою семью. Чтобы была поддержка, любовь, понимание. Можно с кем было поговорить, поделиться. И не бояться, что твои секреты кто-то другой узнает. Мама должна быть красивой, ухоженной. Чтобы она любила, вкусно готовила. Помогала в учебе. Показывала, как надо правильно одеваться, краситься. Какие должны быть люди рядом с вами? Чтобы не курили, не пили, нормально обращались, разговаривали нормально. В любой момент могли помочь. Что бы ты хотела вместе с ними делать? Ходить вместе, гулять, на какие-нибудь мультики ходить вместе. Папа должен быть сильным, мужественным, ответственным. Чтобы мог постоять за свою семью, за маму. Ну и не лентяй, конечно. Чтобы работал, принесил деньги в дом. И не поднимал руку на женщину. Школу у нас папа отводил. Хотелось бы тебе, да? Да. С мамой бы сидели, рисовали, уроки бы делали. Девочки уже взрослые мечтают о своих будущих семьях, которые сами создадут. Им не хватило родительского тепла. И они точно знают, как будут заботиться о своих детях. Ухаживать за ними, любить их, понимать. Особенно не врать им. Рассказывать все. Помогать им, если ему нужна эта помощь. Никогда их не ругать. Ну-ка за дело, конечно. И не отстраняться от них. А быть всегда рядом с ними. Обнимать почаще их. Говорить, как ты их любишь. Если ангелы и плачут, то не сладкими слезами. И глаза темно-то прячут. Слез не выплакать словами. Счастье детское порою. Чтобы была хорошая семья, когда вырастут. Я люблю Аню, Надю. Они самые-самые близкие меня. О чем ты мечтаешь? Выучиться. Найти работу и создать семью идеальную. Чтобы было все как в сказке. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...